Приветствую вас, Ольга, изначально вы, судя по всему, боитесь быть брошенной. Нехватка внимания это про страх быть брошенной, про страх остаться одной и про самооценку. То есть мне нужно внимание для того, чтобы лучше себя чувствовать, а если внимания нет, то я чувствую себя нелюбим. Вот, и боюсь, что я человеку не нужна. Вот, то есть это неуверенность в себе, это на рынке страх быть брошенной. Вот, ну обратите внимание ещё на то, что вот вы пишете, значит, я не знаю, сколько вам лет, да? Вот, вы возраст, вы не пишете, по-моему, но вот вы пишете, что хотелось жить с ней в перспективе, создать семью. Понимаете, какая штука? То есть, во-первых, это план. Это план. В чём негативная история планов в том, что в человеческих отношениях планы могут не реализовываться. Вот, они могут просто нервизовываться. А сами человеческие отношения могут приобретать формы, порой, довольно-таки причудливые. В том смысле, что, ну, ведь все люди, условно говоря, разные и отношения люди выстраивают тоже разные. Вот, поэтому, как бы, здесь очень важно не строить планы и быть нацеленным именно на человека, на партнёра, а не на форму взаимодействия с ним. Потому что форма взаимодействия с ним может быть по вторых сразу. Вы же, в данном случае, как мне кажется, упор основной делаете именно на форму. Что такое форма семьи? Это защищённость. Это защищённость, гарантия и стабильность. Стабильность и защищённость, в плане того, что вас не бросят, что вы не останетесь одна. Суть по всему. Вот. Когда с этим делаком ничего не получилось, вот, вы стали бояться близких отношений. Почему? Ну, во-первых, потому что в отношения для вас, суть по всему, нужно вам много вкладываться. Вы не можете строить отношения естественным образом. По причинам, указанным выше, вы, вероятно, себя не слишком хорошо чувствуете. И не очень хорошо знаете, какая вы. И не очень хорошо проявляете себя. Вот. И взаимодействие в отношениях требует от вас энергии. На подтверждение образа, на должное поведение и прочее. Вот. Это требует много энергии и, соответственно, тяжело. Второе. Это страх, что, собственно, вас бросят. Потому что вы ведь боялись, что вас бросят. И в первых отношениях, почему требовали внимания. И расстались вы сами. Потому что вы так и боялись, что вас бросят. Вот. И, соответственно, сближаться вы боитесь, что вот я сейчас с ним сближусь, я к нему превышусь, а он меня бросят. Вот. И третий момент – это травма. Это психологическая травма, которая у вас образовалась по результату расставания с тем молодым человеком, с которым вы хотите семью. Расставание – это всегда травма. Вот. Следующий момент – личные границы. Вот. Поскольку они у вас, как мне кажется, довольно разбыты, то, соответственно, отношения с людьми даются вам тяжело. Вот. Вы, как бы, ну, мне кажется… То есть, как это обычно бывает. Сначала достаточно тяжело мы идем на сближение. Вот. Потом мы к человеку привязываемся, стремимся в нем раствориться, полностью, ну, оказывается, в полной зависимости от него, от человека. Дальше нам в этом сложно. Даже если нам дают обратную связь, даже если нам дают все, что мы хотим, нам сложно, потому что мы чувствуем себя не свободными. А человек, в свою очередь, как бы, ощущая, что мы в нем растворяемся, пытается от нас отдалиться, что мы воспринимаем как отвержение. Вот. И, соответственно, нам больно, и запускается, как бы, привычный уже механизм. Вот. Такая вот история. Вот здесь. И, соответственно, нужно работать с этим направлением. изначально работать с тем, что вам не хватает внимания. Да? Вот что это такое? Что значит не хватка внимания? Это недостаток ощущения ценности себя. Это очень важно, как мне кажется, увидеть про работу, и вам будет легче. вот. Вероятно, последовательно, вы боитесь близких отношений. Но, по словам, это обложение свободы. Или некий такой идеальный мир, идеальную конструкцию. Вот. А это невозможно. Вот. И, соответственно, вы этого избегаете. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Вот. И, соответственно, для вас отношение достаточно нелегкая история. Вот. Я бы здесь обратил внимание на интерес ваш к своей жизни. Я бы здесь обратил внимание на то, насколько интересной и полной жизнью вы живете. Потому что, ну, есть у меня сомнения. Ах, вот. Относительно того, насколько вы раскрываетесь в своей жизни. Ну, то есть, раскрываете, я имею в виду, свой потенциал, да, и вот свои возможности, насколько вы раскрываете. Ну, раскрываете. Ага. Это все очень важно. Потому что вам чего-то не хватает, вы пытаетесь добрать это от других людей. В данном случае от своего молодого человека. Опять же, важно, как вы молодого человека воспринимаете. Вот. И ведете ли вы себя соответствующим образом. То есть, словно говоря, если вы считаете, что женщина и мужчина равны, это другое поведение. Если вы считаете, что женщина занимает первую роль, это третье поведение. Вот. И важно увидеть, насколько вы, вот, обеспечиваете своим поведением, свое представление о ролях. Если не обеспечиваете, то, соответственно, вы чувствуете неудовлетворенность. Вот. Можно обратить внимание на... Я уже косвенно это делал, но еще не лично будет это упомянуть. Можно обратить ваше внимание на естественность. То есть, насколько вы себя естественно ведете с молодым человеком, что объединяет вас с молодым человеком, ну, с молодыми людьми, с мужчинами. Вот. То есть, что, ну, общего между вами. Вообще, вот, что общего между вами и вашими мужчинами. Это важно, потому что, если вас объединяет мало, вот, если есть только гендерная составляющая, и это единственное, что, в общем-то, вас связывает, то, естественно, у нас будет тревога. А мы считаем, что отношения такого типа, они достаточно однобойки и поверхностные не раскрывают, ну, всю многостороннесть, всю многостороннюю личность. Вот. На это косвенно указывает то, что вам нужно внимание. Если бы, если бы было многостороннее взаимодействие между вами и мужчиной, то вопрос внимания, вероятно, бы не стоял. Вот. А так, общение, ну, взаимодействие может пробуксовывать, вот, и, соответственно, ну, это одна из причин, что тут, как бы, есть и другие факторы, но, вот, пока что я хотел бы сделать акцент на этом, именно вот на этих вещах. Вот. Ага. То есть, вот обратите внимание, да, что, когда вы пишете про то, что не хватало внимания с его стороны, вот, вы не задаете вопрос себе, ну, сами себе, а, ну, вот, собственно, а почему, почему мне не хватало, не хватало внимания, как я вообще, вот, ну, что бы, к этому пришла, что, ну, что мне внимания не хватает со стороны вот его, вот, я же как-то к этому пришла, да, то есть, как-то у меня появляется, это вот это вот, ну, чувство, что мне внимания нужно больше, вот, понимаешь, да? Поэтому, здесь, такой, достаточно, важный момент, как мне кажется, вот, на который вам нужно обратить свой взор, вот, и уделить этому внимания своё. Вообще, вот, опять же, значит, отвечая на ваш изначальный вопрос, хотелось бы взгляды со стороны, если не советом. Ни взгляд со стороны, ни совет вам не поможет, вам поможет психотерапия, только так можно помочь вам выйти сценария, отношения сохранить и так далее. Ни взгляд со стороны, ни, тем более, совет, психологи советов не дают, не поможет. Вот. В частности, сценарием, со-сценарием работают в определённой психотерапевтической школе, ну, то есть, подход психотерапевтической школе, вот, так что настраивайтесь на психотерапию, если хотите реально изменить ситуацию, вот, выбирайте специалиста и начинайте с ним работать. На этом всё, желаю вам всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует...